Изучение творчества Шолохова завершает в рамках нашего курса изучение прозы 20-х годов XX века. Наиболее крупное произведение, и здесь наибольшая сложность — это отбор материала, потому что изучение этой темы нельзя затягивать. Мы обычно изучаем эту тему за четыре двухчасовых занятия. Практически каждое занятие посвящено одному тому, одной книге романа. Первое вступительное занятие посвящено первому тому романа. Занятие началось с краткой информации о казачестве и о биографии Шолохова. Чаще всего этот этап мы переносим на изучение донских рассказов, если они предшествуют изучению Тихого Дона, потому что иначе это немножко перегружает урок. Но в данном случае, поскольку класс не изучал донские рассказы и только впервые столкнулся с творчеством Шолохова, эта информация была, на наш взгляд, необходима. А так, на этом занятии три основные темы. Это духовный мир донского казачества, потому что весь роман посвящен на самом деле разрушению этого уклада. И если на первом уроке учащиеся понимают, в чем смысл этого уклада, священное понятие, дом, семья, курень, хутор, и трагедия разрушения дома, хутора, семьи, она будет более понятна. Вторая тема — это характер Григория Мелехова, потому что дальше мы будем наблюдать, как меняется этот характер, и будем выяснять, в чем сущность трагедии Григория Мелехова. На первом уроке, на материале первого тома, мы рассматриваем такие основополагающие, изначальные свойства его характера. И, наконец, третья тема — это Первая мировая война. То есть здесь мы смотрим, как изображает Шолохов исторические события. Но параллельно мы выясняем очень... Да, стоит еще отметить, что вначале мы подняли вопрос о жанре, чтобы выяснить такие вот конструктивные особенности этого произведения. Параллельно мы рассматриваем вопросы, связанные с Шолоховским мастерством. И это прежде всего мастерство портретных характеристик, мастерство пейзажа, мастерство создания массовых сцен, приемы психологического анализа Шолоховский. Они здесь все... То есть многие из них здесь рассматриваются. Это принципиально важно, потому что в дальнейшем мы не раз будем к этому обращаться. Более того, на последнем занятии, которое будет в основном строиться на самостоятельной работе, учащихся там как раз все эти вопросы уже в самостоятельной работе будут рассматриваться. То есть, так или иначе, мы рассматриваем на этом уроке очень важные как в идейном, так и в художественном плане аспекты этого романа, которые позволят нам затем все более и более углублять представление об этом произведении.